Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, и сегодня у нас пачка трансферных сплетен, а еще ваши гениальнейшие вопросы, мои барахлянские ответы, вопросов в дефицит, задавайте их, пожалуйста, в комментах под хэштегом А и Б, ну а сейчас подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк и поехали! Кресиные новости! С трансферного рынка моя любимая рубрика и начинаем мы с Георгия Джики, которая не спешит подписывать контракт, предложенный Спартаком, и Джики можно понять, это последний большой контракт в его карьере, в его жизни спортивной, следовательно, нужно выжимать максимум. А какой сейчас статус у Джики? Он запасной игрок команды Спартак, но если представить, что Абаскаль уйдет, допустим, не зимой, допустим, летом, и придет новый тренер и устроит некий челлендж, некое противостояние, вот просто честную дуэль между Бабичем и Джики, не факт, что Бабич убедит этого нового тренера сильнее, чем Георгий. Следовательно, Джики рассчитывает на что? Что он вернется в основу, что он снова будет лидером, вожаком и так далее, что его статус вот так вот резко подскочит к тем высотам, где он был еще несколько месяцев назад, и, соответственно, нужно зарабатывать больше, а Спартак предлагает прямо радикально меньше, чем сейчас зарабатывает Джики, следовательно, Георгий пытается торговаться, пытается говорить, да нет, я не сдаюсь, я готов конкурировать, работать, я готов цепляться и все такое. Еще в торговле со Спартаком Джики очень помогает предложение из локомотива, то есть Спартаку придется думать несколько раз, блин, вот мы сейчас его не продлим, он уйдет, уйдет в локомотив, это конкуренты, и это будет достаточно глупый шаг, глупый ход с нашей стороны, так что вот этот бизнес-клянч продолжается с обеих сторон, следим, естественно, внимательно. Теперь немножечко о полузабытых персонажах, например, вспомним Даниила Худякова, вот такой был человек, 2004 года рождения, он уже успел взлететь, надеть корону и приземлиться на скамейку локомотива, а скамейка его не устраивает, он хочет покинуть московскую команду, но босс Илока отвечает, Дорогой Данечка, если ты мечтаешь уйти, за тебя должны заплатить очень и очень солидную сумму, а кто будет платить, кому сейчас нужен не совсем стабильный и очень молодой кипер, еще причем очень наглый, не ясно вообще. Но деньги локомотиву правда нужны, потому что там планируют продлить же Малединова и Миранчука, еще одного Миранчука хотят вернуть, еще надо как-то найти средства на веру, потом Джики, а тоже мы уже упоминали, интересен. В общем, планов вагон, а лаве нет, как говорил Олег Тиньков, нихера. Зенит, кажется, нашел новую команду Алексею Сутермину, вообще не секрет, что Сутермин хочет играть, что денег он уже подзаработал, и летом, как говорил Андрей Панков, Зенит должен был отпустить Сутермина в ЦСКА, но был очень потный, равный, да какой равный, был достаточно жуткий матч за Суперкубок, жуткий для Зенита, ЦСКА топтал Зенит, хоть и проиграл, и в Зените решили, нет, Сутермина мы вам не отдадим, вы и так в порядке, вы наши конкуренты, Алексей остается у нас. И, видимо, тогда решили, а, ну если кто-то из топ-10 чемпионата России хочет приобрести или арендовать Сутермина, до свидания сразу. К счастью для Алексея, Балтика не входит в топ-10 чемпионата России, следовательно, Зенит готов отпустить Алексея в аренду в Калининград, прекрасный, между прочим, город, и платить ему огромную часть зарплаты. Сутермин там будет играть, будет лидером, может быть, даже будет тащить эту Балтику, может быть, даже спасет ее от вылета, но Зенит не лишится игрока и не усилит конкурента, вроде бы все логично. Дальше у нас главный бред этой недели, Веллингтон и Зенит. Этим Веллингтоном, левым защитником, интересовался ЦСКА еще летом, но там были какие-то проблемы с медосмотром, вообще мутная какая-то намечалась сделка, Веллингтон сорвался, и сейчас он якобы интересен Зениту, который, ну, конечно, всегда рад то и Раковича вырвать из лап Спартака, то с Марио Фернандесом за спиной у ЦСКА договориться, то здесь так поступить. Но напоминаю, Веллингтон левый защитник, для Зенита это не слишком дефицитная позиция. Если бы Дуглас куда-то засобирался, Веллингтона можно было бы в теории рассмотреть, но Дуглас вроде бы не собирается никуда. Последний заголовок, который мне попался, достаточно правдоподобный. Желька Бувач может возглавить Цервену Звезду. А если даже не Цервену Звезду, то витают, летают такие разговоры, что Бувач хочет, наконец, потренировать, и Бувач готов покинуть Московское Динамо. И кто сейчас сидит вот так вот? Ну, конечно же, Олег Яровинский, который уже давно без дела, давно без какой-то постоянной работы. После Рубина он толком никому и не помогал, ходил на всякие ютубные шоу. И сейчас, наконец-то, амбициозный, интересный, достаточно богатый проект. И я не удивлюсь, если Олега Яровинского мы увидим в Динамо сразу после ухода Желька Бувач. Друзья, напоминаю, что у меня есть микромедиа. Это мой Телеграм-канал, я его обожаю, я его очень ценю. Там есть продвинутая статистика, там есть обсуждения, причем не только футбола, там есть викторины, голосования, там отличнейший, уютнейший чатик. Я вас очень жду у себя в Телеграм-канале, а вас там будет ждать прогноз на матч Спартака и Крыльев. Это последний матч Спартака перед паузой, причем очень-очень длинной паузой, так что смело топайте в мой Телеграм-канал. Барахло, ваши снежные вопросы, мои дождливые ответы, поехали. Как тебе идея возвращения системы весна-осень? Я отвечал на этот вопрос, но отвечу еще раз, потому что после последнего тура, что случилось и на Ютубе, и в ВК, и в Телеграме писали, ой, ну блин, ё-моё, осень, весна вообще не для нас, какой дебил на это перешел, как вообще можно было это соорудить, почему у нас так мало летних туров, мы же северная страна, и для нас весна-осень это вообще оптимально. А мне не нравится весна-осень, потому что мне не нравятся грязные, такие дождливые туры в ноябре, и это чемпионские туры, как чемпионские раунды в боксе бывают, так и здесь. То есть в какой-нибудь слякоти, или опять же в какой-нибудь снегу в ноябре выяснять, кто чемпион, в такой темени еще, как правило. Но я видел футбол в нулевые, и мне это было не в кайф. Вот действительно, холодно еще, естественно, крытых арен нет практически в России. Следовательно, это первая причина. Вот эти фотографии, действительно, когда там немножечко снега, игроки грязные, замерзшие, думают, ё-моё, скорее бы в раздевалку бухать шампанское. Во-вторых, я все-таки оптимист, и я верю, что Россию пусть через несколько лет, пусть через много лет, но вернут в Еврокубки. И очень важно, очень полезно, чтобы трансферные окна были синхронизированы с Европой, чтобы российский чемпионат был синхронизирован с Еврокубками. Это просто логично, если немножечко включить мозг. Потом, вот аргумент есть. Когда у нас была весна-осень, Зенит и ЦСКА брали Еврокубки. Но когда у нас была весна-осень, английские клубы еще не зарабатывали такие деньги. Даже самые днищенские английские клубы еще не было такого разрыва в футболе между богатыми, средними и бедными. И поэтому Зенит и ЦСКА могли конкурировать в Европе вполне. Даже после перехода на осень-весна, что было? Были выходы из группы в Лиге чемпионов. Были попадания в четвертьфиналы Лиги Европы. Это достойные, на самом деле, ачивки. И если просто сравнить, вот внимательно посмотреть, что было при системе весна-осень, например, в сезоне 2005-2006, когда вообще не было российских клубов в Лиге чемпионов. Просто вот локомотив не попал и сразу до свидания. И это, конечно, такие вот примеры, это убивает. Убивает аргументацию тех, кто говорит, ой, а у нас вообще были другие результаты. Это не связано с тем, по какой формуле проводился чемпионат России. Так что я думаю, что ничего не нужно уже менять. Это уже был полуторный длинный сезон. Очень классный, очень крутой. Вот единственная причина, почему можно обратно перейти на весна-осень, чтобы снова получилась такая рубка, чтобы снова было деление на две группы по 8 команд. И чтобы было очень много таких матчей, типа Спартак-ЦСК, Зенит-Краснодар и все в этом духе. Да, будет один такой классный длинный сезон. Возможно, там даже будет конкуренция, будет зрелищно все. Но глобально переход на весна-осень не решит проблемы российского футбола. Это сто пудово. Были ли у тебя видосы, в которых ты осознанно провоцировал на комментарии? Например, называл днарем того, кого все считают легендой. У меня есть близкий друг, Антон Владимирович Федосеев, бывший оператор мой. И он большой фанат, огромный поклонник Роберто Баджи. А я Баджи застал в брешей. В последнем сезоне Роберто Баджи я действительно видел, как он играет в футбол. Вот по телевизору онлайн это показывали. И вот я видел, как он бежит уже старенький. Но буквально 3 секунды у меня в памяти сохранилось. И я обожаю доводить своего друга. Я ему пишу просто ни с того ни с сего. Например, Баджи лох. И начинается. Да ты идиот. Да ты не видел. Да в 90-е он такое творил. Он что, лох? Он взял золотой мяч. Как лох может взять золотой мяч? Тогда Модрич тоже лох. Тогда какой-нибудь Роналду вообще чмо. И так далее. И я прекрасно понимаю, что Роберто Баджи выдающийся игрок. Я смотрел репортажи НТВ Плюса про Роберто Баджи. По-моему, даже Маслаченко там монтировал. И очень трогательно получилось. Если не Маслаченко, прошу прощения. Но в любом случае, я уже до абсурда довожу ситуацию. Я говорю, о, надо тебе подарить на день рождения, например, футболку с фамилией Лоха. И, естественно, сразу же я превращаюсь в главную мишень для оскорблений. Ну а пенальти в финале Чемпионата мира, который на самом-то деле ничего особо не решал. Если бы Баджи забил и дальше забили бразильцы, то Бразилия все равно бы выиграла. Но этот пенальти дает мне еще больше поводов называть Баджи лохом. Если же говорить о чем-то более актуальном, ну очень многих бесит мой тейк о том, что Бензима в прайме сильнее, чем Луис Суарес в прайме. Хотя я все обосновал. У Луиса Суареса не было такой весны, как у Бензима в 2022 году. Луис Суарес не оформлял такое количество хет-риков в Лиге Чемпионов. Не забивал такое количество важных мячей. У него был классный сезон в Ливерпуле. Но это было вообще без Еврокубков. И у него была вот та самая золотая бутса из сезона 15-16, когда он просто казнил карликов из Ла Лиги. Но это не сравнить с тем, что исполнял Карим Бензима чуть больше года назад. Поэтому здесь я никого не провоцирую. Но просто пик Бензима выше, чем пик Луиса Суареса. Никита Васюхин любит говорить, что Лука Модрич круче, чем Хави и чем Иньеста. Но на это никто особо не ведется. Вероятно, многие согласны. Ну и, конечно, постоянная тема моего канала. Александр Белинов не топовый вратарь. Он не заслуживал вызова в сборную. А его так любят за его сейвы. Тупо потому, что он стабильно играл в командах, в которых очень много лупят повороты. То есть, если ты играешь за аутсайдера, у тебя очень много возможностей себя показать. Пропустил один-два, да, тебя винить никто не будет. Зато ты попадешь во все хайлайты и будут говорить, а, этого парня игнорируют. Это какой-то заговор. А он такой скромный. Он такой одаренный. Он такой прыгучий. Он так пенальти классно берет. И все в этом духе. Ну, а сейчас будет все-таки байт на комментарии для каждого домашнее задание. Напишите, пожалуйста, в комменты какое-нибудь предложение максимально спорное, максимально провоцирующее о футболе. Но как-нибудь его подкрепите. Хотя бы какую-нибудь аргументацию. Не просто пишите «Заболотный лучше, чем бразилец Роналдо». Это такой, ну, совершенно дешевый всплеск. Вы объясните, почему Заболотный круче, чем бразилец Роналдо. На полном серьезе. На серьезнейших щах. И мы с вами будем спорить. Представь, ты ничего не знаешь про футбол и начинаешь его смотреть. За какую команду стал бы болеть? Ну, вот я вообще ничего не знаю, но все равно слышу со всех сторон. АПЛ лучшая лига мира. Лучшая лига мира. Я бы к АПЛ относился, допустим, как сейчас к UFC в единоборствах. Что есть АПЛ, дальше пропасть и все остальное. Ну, конечно, да, еще существует лига чемпионов. Но именно как национальный чемпионат АПЛ наголову выше всех. Следовательно, надо выбирать команду там. Болеть за Сити – это мавитон. Это примерно как болеть за непобедимый Арсенал в четвертом году. Или как болеть за Челси после первого сезона Жузе Мурини. Когда Челси вообще не пропускал. И было полное ощущение, что сейчас Челси будет лузгать эти сезоны АПЛ. Вообще не парясь, ни капельки не напрягаясь. И будет постоянно там... Если не можем победить крупно, будет 1-0. Если не можем победить 1-0, ну, скатаем ничью. Все это для безопасности. То есть, вообще на облачке был Жузе Мурини. Я не знаю, зачем такое отвлечение. Короче, за Сити начинать болеть, ну, это как-то очень попсово. За Арсенал, надеюсь, что кто-нибудь меня бы отговорил от этой идеи. Но есть же еще и Ливерпуль, у которого здравый финансовый подход. Крутой Юрген Клоп. И с первого взгляда все равно будет полное ощущение, что он в дичайшем порядке. Знаю, что многих он начал бесить уже. Там какие-то конкретные есть претензии. Но, так, издали Юрген Клоп все-таки классный дядька. Стильный футбол, камбэки, Энфилд, исторический легендарный стадион. Так что я бы, наверное, начал болеть за Ливерпуль. Если у вас есть альтернативные мысли, пишите их, сами знаете где. Лука Тони переоценен или недооценен? Однозначно недооценен, потому что сейчас о нем практически ничего вообще не говорят. Но какая же шикарная у него была карьера. И про него может быть вечный выпуск, поэтому я не буду слишком долго разглагольствовать здесь. Но, да, Лука Тони не выиграл чемпионат Италии, но зато он чемпион мира. Он выиграл все в Германии. И он лучший бомбардир кучи разных турниров. И он лучший бомбардир серии А в 38 лет. То есть это вроде бы сезон, кажется, 14-15 или 15-16. Мы здесь поставим сносочку, когда они боролись за титул лучшего страйкера с Маурой Карди. И Карди такой молодой, такой весь тестостероновый. Только что увел Ван Дунару у Макси Лопеса. Ну не только что, за три года до этого. Но, в общем, просто на пике своей молодости Маурой Карди. И за ним какой-то дряхлый дед вот так вот торопится, торопится, торопится. И не отпускает вообще. И мне карьера Луки Тони нравится даже больше, чем карьера, например, Шанческо Тотти. Да, у Тотти есть куда-то, а у Тони нет. Но все равно Лука Тони нормально так показаковал в Европе. И в больших клубах, и в маленьких их заработал достаточно. Я думаю, что надо почаще вспоминать про Лука Тони. Назови самого слабого российского вратаря, которому почему-то доверяли место в основе клуба РПЛ. Всегда говорю, всегда отвечаю одинаково. Это Николай Заболотный. Для меня огромная загадка, почему он при работе, почему он при контрактах, человек уровня середины первой лиги в лучшем случае. Если отправить Николая Заболотного в медиалигу, через 2-3 сезона его будет не отличить от местных мешков, от местных киперов, которые заваливаются вот просто как пакет такой с картошкой. То есть Николай Заболотный вообще лишен каких-то явных сильных качеств. И продвинутая статистика доказывает, что он не спасает. Причем практически никогда он не спасал. У него были какие-то мега-матчи, такие вспышки, когда он ловил кураж, но их крайне мало. Гораздо больше матчей, когда вот кажется, ну Колинка, ну мог же выручить. Но он не выручал. Если у вас есть какие-то другие предложения, ну вы сами понимаете. Но изначально автор вопроса упомянул Максименко, что Максименко не на уровне РПЛ. Но все-таки Максименко обладает достаточно мощным характером. Как он сел на лавку в 21-м году и как вернулся, я думаю, что все-таки молодец. Не сдался, не поплыл, не очутился в первой лиге. И еще Иван Левенца упомянул автор вопроса, это жертва Андрея Аршавина. Но Иван Левенец просто совершил огромную карьерную ошибку, когда поехал в локомотив, ему не понравилась Москва, он там поплыл и в итоге закончил с футболом. А в российских регионах он мог играть еще долго. Крепкий, совершенно обычный вратарь. Ничего особенного, ничего выдающегося и ничего мега-провального. А вот Николай Заболотный без комментариев. Что связывает тебя с Юго-Западом Петербурга? Ну, мы с родителями переехали на Юго-Запад Петербурга больше 20 лет назад, перед 1 сентября 2003 года. То есть я изначально рос с бабушкой и дедушкой в Гатчине до 8 лет, до окончания своего второго класса. Мама работала в Петербурге, папа тоже работал в Петербурге. На выходные меня забирали у бабушки с дедушкой. Но это все, конечно же, заставляло какие-то неудобства. И папа у меня изначально жил на шоссе революции, но квартиру купили на дачном проспекте. И тогда, в третьем году, сам дом был классным. Новым, таким желтым, таким вот прям видно, что свежим. Ремонт тоже был очень свежим. И я вообще невероятно кайфовал от того, что есть дома, что там просторно, что у меня своя шведская стенка, что можно научиться подтягиваться, хотя я научился лет через 10 нормально подтягиваться. Но не суть. Суть, что тогда в Кировском районе не было вообще ничего. То есть я привык к гачинским каким-то расстояниям минимальным. Вот тебе Соборная улица, можно пройтись. Вот тебе проспект 25 октября, вот тебе вещевой рынок, а это вообще мекка такая была. А что в Петербурге? Чтобы куда-то добраться, надо ехать на метро. А на метро меня не возили, потому что считалось, что я заболею. То есть надо было ждать выходных, пока родители организуют какую-то культурную программу. А на самом районе не было вообще просто ничего. Ни одного торгового центра, никаких кинотеатров. Кроме кинотеатра «Новый рубеж», довольно дерьмового, кстати, кинотеатра. То есть я просто наслаждался тем, что можно сидеть дома. Потом постепенно появлялась уже какая-то инфраструктура, и мне мой райончик нравился все больше и больше. И сейчас, когда я слушаю трек Филиппа Хмырова с фразой «Мой дом, Кировский район, мои цифры растут, но я навсегда останусь тут», я понимаю, что это про меня тоже, что Ленинский проспект, проспект ветеранов, это все вот уже у меня в сердечке навсегда, насовсем, несмотря на то, что я уже 4 года там не живу. Говорят, что это наркоманский какой-то район, что там очень много шприцов, что там очень много торчков. Не знаю, ни одного торчка не видел, потому что не интересовался этой темой. И я просто понял для себя в какой-то момент, мы это обсуждали даже с моим тренером в зале, что юг Петербурга очень классный, очень родной, очень душевный, замечательный, а на севере как будто другой город. И несмотря на то, что и на Васильевском острове есть отличное заведение и какие-то локации, и Петроградская сторона, все вот это на самом деле крутое, но какое-то другое. Не такое родное, как замечательный юго-запад. Сейчас я живу между Нарвской и Балтийской, это уже Адмиралтейский район, и мне здесь все очень нравится, потому что 15 минут до родного Кировского района, и 15 минут до центра Петербурга, и еще 10 минут до великого клуба опера, я не знаю, есть там этот клуб сейчас или нет, где батлили в свое время еще не иноагент Мирон Янович Федоров, и слава КПСС. Я вот около этого легендарного заведения живу, получается, и горжусь каждый день. На самом деле нет. Короче, в Питере, если кто-то собирается переезжать, я бы советовал поселиться на самом деле, просто у меня мечта на самом деле, на Московском проспекте. Там и цены адекватные, там и парки, там и зелень, там и полно кафешек, ресторанов, и торговые центры тоже есть, так что там вот все окей. Мы пытались туда переехать в 2022 году, но не сложилось. По разным причинам. Друзья, на этом все, и вы очень классно подписываетесь на канал. Вы молодцы, вы просто лучшие. А те, кто еще не подписался, вы тоже можете стать лучшими, потому что скоро конец года, я замахивался на 80 тысяч подписчиков, сейчас понимаю, что в этот график мы не укладываемся, но 75 тысяч мы должны пробивать, и это аж на 25 тысяч больше, чем я закладывал у себя в плане на 2023. То есть я уже доволен, я уже счастлив, я уже вам очень благодарен, но 75 тысяч было бы неплохо пробить. На этом точно все. Чао.